Привет, город! В студии с вами я, Любовь Ламака и команда Сигма. 22 июля отмечается Всемирный День Мозга. Отмечаем этот день в календаре и смотрим новости этого четверга. Мы начинаем. А теперь коронастатистики. На 22 июля в округе выявили 123 новозаболевших. Из них 13 человек среди вахтовиков. Всего в больницах с подтвержденным ковидом и вне больничной пневмонией находится более 800 человек. 87 в тяжелом состоянии, 29 на ИВЛ. Два человека скончались. В России за сутки выявили почти 24,5 тысяч заразившихся. Погибло 796 человек, и этот показатель стал вторым по величине с начала пандемии. Рекорд смертности зафиксирован 16 июля. Тогда за сутки умерли 799 человек. Выздоровели больше 22,5 тысяч россиян. В нашей рубрике новости короткой строкой опять не обойтись без коронавирусных инфоповодов. Но есть и другие. Например, фраза «Не женимся, потому что нам не важен штамп в паспорте» больше не актуальна. А все потому, что премьер-министр Михаил Мишустин тоже считает, что штамп не нужен. Полезная информация и для тех, кто только вступает в новые отношения, и для тех, кто уже ждет в семье пополнения, в новостях короткой строкой. Ямальский врач Сергей Токарев рассказал о том, что допускает вакцинацию беременных женщин от коронавируса. Они, безусловно, входят в группу риска, но после прохождения тщательного обследования вполне могут привиться спутником ВИП. Именно этот препарат наиболее подходит для женщин в интересном положении, по мнению врача. Делать прививку следует во втором или третьем триместре. Сергей Токарев также рассказал о том, что знает не один пример вакцинации беременных, и во всех случаях все прошло без каких-либо осложнений. Мамы родили здоровых малышей. Российские ученые приехали на место строительства Международной арктической станции «Снежинка». Они проводят геодезические исследования, чтобы составить план расположения основных объектов. Ветропарка, солнечные электростанции, мачты связи и других. Арктический научный центр построят в предгорьях горного массива «Рай-Ис» на восточных склонах Полярного Урала. Там станут проводить тестирование перспективных экологически чистых технологий. Четыре новоуренгойских предпринимателя получили гранты для своих стартапов. Им выделят по 500 тысяч рублей для развития своего бизнеса в сфере птицеводства, образования, автотехобслуживания и правильного питания. Получить гранты в 100 тысяч рублей могут и самозанятые. Заявки от начинающих бизнесменов принимаются до 29 октября. За подробной информацией обращайтесь по телефону, указанному на экране. Ставить штампы о браке в паспорт теперь не обязательно. Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Теперь отметки о браке детях, ранее выданных из ограничных паспортах, ставятся по желанию. Обязательными остались только штампы о прописке и о воинской обязанности. Объяснили такое нововведение тем, что информация о детях, браках и почти всех документах человека и так содержится в электронных базах. Гюли Димитрадзе, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Совсем скоро в Новом Уренгое откроется тренажерный зал под открытым небом. На Надымской в районе домов 3А и 5А к осени появятся детская и спортивная площадки. Зону отдыха поделят на три части. Первая площадка планируется для малышей. Там установят игровые конструкции. На второй появятся тренажеры. А вот на последней площадке сделают велодорожку, мини-футбольные и баскетбольные поля. Кроме того, там установят скамейки, урны, освещение и проложат тротуары. Жителям Ростова-на-Дону в середине июля включили батареи. Хотя на градусниках плюс 40 в тени. Коммунальщики оправдывают свой поступок промывкой сетей. Но курьез останется в памяти горожан надолго. А мы перейдем к менее эпатажным новостям ЖКХ. Играйте в открытую. Управляющие компании хотят обязать публиковать свои доходы и расходы на официальных сайтах. С такой инициативой выступили активисты Общероссийского народного фронта. В принципе, они и так обязаны заносить финансовые показатели в систему ГИС ЖКХ. Но почему-то уклоняются от этой процедуры. Лишь 40% организаций публикуют информацию о доходах и расходах. Информацию о задолженности перед ресурсниками не публикует практически никто. С долгами жить поволчьи выть. В 2021 году сумма коммунальной задолженности россиян превысила 1 триллион 330 миллиардов рублей. Это почти на 6% больше, чем в аналогичный период 2020 года. Причинами роста задолженности стали пандемия и холодная зима. Хотя общие показатели собираемости остаются на довольно высоком уровне и превышают 90%. Надым мучается с водой. Ноябрьск не отстает. Очередные виски плюс кола из-под крана и порция благодарности компании «Энергогаз Ноябрьск» попали в городские соцсети. Самое интересное, что заплатят местные жители по счетчику, как за питьевую. Как выяснилось, это не худший сюрприз, который может приготовить ноябрьская коммунальная система горожанам. Местная жительница шла по улице Холмогорской, не заметила красные ленты и провалилась в яму с кипятком. Получила серьезные ожоги рук и отправилась в больницу. Кто прав, кто виноват, разберется суд. Он, кстати, помог защитить от произвола управляющей компанией «Престиж» двух дворников из Лабытнанги. Накануне состоялось заседание. Труженикам метлы и лопаты выплатили причитающиеся при увольнении 123 тысячи. Пусть и в вашей жизни хэппи-энд встречается не только в художественной литературе, но и наяву. Следите за новостями ЖКХ с Татьяной Забродиной, Сергеем Рунько, телерадиокомпании «Сигма» для НУР-24. Власти Крыма могут закрыть границы для туристов. Все из-за увеличения числа зараженных коронавирусом. Как отметил глава полуострова Сергей Аксенов, ограничить въезд просят сами крымчане. Но мнения на этот счет все же разделились. Одни требуют ужесточения мер, а другие не хотят терять свой заработок в разгар туристического сезона. Найдут ли власти компромисс или ситуация с пандемией в регионе преодолеет катастрофическую отметку, пока неизвестно. И еще про туристов. Привет Ямалу с берегов Черного моря передает Новоуренгоец. Северянин интересным способом решил поднять одну из горячих тем. Чтобы никто точно не прошел мимо, он сделал вид, что отдыхает на пляже обнаженным. И взял в руки табличку с надписью «Все потратил на дорогу». В сети мужчина написал, что на отпуск с семьей потратил 150 тысяч рублей. И это в один конец. Таким провокационным методом Новоуренгоец решил требовать цитата «нормальных цен». Мнения читателей на пост северянина тоже разделились. Ну а я только напомню, что в округе действует 34 субсидированных маршрута с единым ценовым тарифом от 7 до 10 тысяч рублей. Кроме того, дети из многодетных семей могут летать за 2500 рублей в один конец. Также на предприятиях округа есть такая преференция, как льготный отпуск. Последнее воскресенье января отмечается Международный день без интернета. Парадокс, но инициаторами этого ежегодного флешмоба стали активные интернет-пользователи. Но среди нас живут люди, которые осознанно выбрали жизнь без глобальной сети. Конечно, только в качестве эксперимента. Артемий Поляков рассказал о муках интернет-отшельничества. Я попробовал неделю пожить для себя. Я пытался искать в жизни некоторый смысл, который нельзя найти в интернете. Когда ты общаешься с человеком, то человек в интернете, ты просто можешь почувствовать его мысль. А когда ты говоришь с человеком вживую, ты можешь увидеть его мимику, ты можешь увидеть его эмоции. Артемий Поляков. Этому бородатому философу всего 15 лет. Он постоянно на связи, но в один прекрасный день решил уйти в офлайн. Полностью. Никаких уловок, чтобы не было искушения хотя бы одним глазком заглянуть в сеть. Интернет-отшельником он прожил неделю. Интернета отказаться очень сложно, особенно на первых порах. Потому что привычные вещи для тебя, они становятся, ну, скажем так, не необходимыми, а чем-то на втором плане. То есть типичные новости, которые ты, например, смотришь каждое утро, и ты, так как ты отказался от интернета, тебе будет сложно находить где-то новости, так как ты не привык искать новости, не знаю, по телевизору или в газеты. И действительно, поиск информации без интернета – невыполнимая миссия. Любая задача превращается в настоящий квест. Однако эксперты говорят, информационная диета необходима современному человеку не меньше, чем физической активности и здоровое питание. Активные пользователи соцсетей до упора набивают кратковременную память, но долгосрочную задействуют все меньше. Именно поэтому информация быстро улетучивается, а мы становимся несамостоятельными. Проводились исследования, в которых было выявлено, что у людей, страдающих интернет-зависимостью, проявляются изменения в веществе головного мозга точно такие же, как при других видах. Разрежение серого вещества головного мозга некоторых отделов и нарушение дофаминового обмена нейромедиаторов. Алкоголик никогда не признается, что он алкоголик, вот и интернет-зависимые отрицают наличие самой проблемы. Любая зависимость не возникает на пустом месте. Ей подвержены те, кому не хватает эмоций, впечатлений в жизни. Поэтому многим комфортно оставаться в этой реальности. Интернет-зависимость развивается через три стадии. Когда хочется проводить в сетях больше времени, когда человек забывается в интернете и пытается самостоятельно перестать пользоваться ресурсом. При этом развиваются депрессии, апатия, повышается риск суицидальных мыслей. Бывали случаи госпитализации людей в больнице, потому что люди не спали, не кушали. Суточная норма бесцельного интернет-серфинга – два часа. Остальное – передозировка. Сейчас эти заданные психологами 120 минут кажутся нелепой шуткой. Ведь на одно только пролистывание ленты в Инстаграм у нас уходит 2-3 часа. Проблема для современного мира очень актуальная. Разработчики смартфонов даже внедрили функцию «экранное время». Каждый может посмотреть, сколько времени и на что он тратит в интернете. Инстаграм – 15 часов, ватсап – 5,5, и рыбки столько же. Игра в рыбок – 5,5 часа. Она больше всех. У меня в соцсети 21 час 15 минут за неделю. В Инстаграме 2,48 в среднем. В день? Да. А вы сейчас посмотрели, вам стало как-то страшно, что вы столько времени тратите? Нет. Ну, 10 часов. Сутки у меня ушли посидеть в Инстаграме, поиграть в рыбок и ватсап. А у меня 10 часов на 7 дней. А можно посмотреть за сегодня? Вот что я сегодня вообще в телефоне не сидела. 2 часа 16 минут ты не сидела. Вернемся к нашему герою, который понял, что уйти в офлайн не так-то просто. Очень многие друзья, которые там со мной переписывались, которые мне скидывали приколы, они не понимали, где я, что происходит. Многие, наверное, думали, что со мной произошло что-то очень плохое. То есть они лично не имели возможности с тобой связаться? Да. Да, в этом и дело. Кажется, в этом маленьком черном экране целый мир со своими правилами и законами. Артемию эксперимент дался нелегко. Самым сложным оказалась неутолимая жажда общения, которую он не мог получить от тех, кто без конца склонялся над телефонами. Люди же очень много времени жили без интернета. Это мы, скажем так, сейчас золотая молодежь. Можем себе позволить интернет. У меня появилось такие две мысли. Первая мысль – это то, что слова, которые ты говоришь, что в жизни, что текстом, они должны иметь вес. То есть нельзя многословить. Надо, чтобы каждое слово имело в себе смысл. А во-вторых, что таким тестом, например, можно проверить друзей, насколько они, например, верны тебе, скажем так. Те, кто давно сидит на этой игле зависимости, лишены привилегии остаться с собой. Психологи считают, что интернет-зависимостью страдают 6-8% россиян. Желающим избавиться от передозировки информации, эксперты советуют определиться с тем, что они будут делать вместо прокрутки лент новостей. Как и на что потратят свободное время. Лала Гасанова, Андрей Тихонов, Денис Галкин, и радиокомпания «Сигма» для НУР24. Если вы следите за интересными аккаунтами в Инстаграм, то рубрика «Онлайн» поможет вам найти своих единомышленников или новых друзей. Не удивляйтесь, здесь вы можете увидеть и своих знакомых, с которыми каждый день пересекаетесь на работе или в любом другом месте. Смотрим. Если бы вас попросили назвать то, что вам нравится в Новом Уренгое, что бы это было? Лично для меня это летние закаты, такие огненно-алые. С ними газовая столица становится очень романтичной со своей историей и людьми. Кстати говоря, о людях. Новый Уренгой – город трудолюбивых и целеустремленных людей. Это Юлия Нечунаева. Северянка ведет активный образ жизни, который показывает в Инстаграм. Пишет посты, рассказывает про добрые дела и свою жизнь. Есть место и спорту. Девушка регулярно посещает тренажерный зал, выходит на улицу, на пробежки и делает зарядку. В актуальных сторис вы можете наблюдать за ее изменениями. В газовой столице живут много ценителей прекрасного. Наша северная природа настолько необычна и своеобразна, что многие люди даже приезжают посмотреть с других уголков земли. Ну а кто-то довольствуется этими пейзажами, просто живя в Новом Уренгое. Давайте познакомимся со следующей страницей. Профиль Константина я нашла совершенно случайно. У меня был легкий шок. Какое количество публикаций на его странице? Больше пяти тысяч фотографий. Вот он, истинный ценитель окружающего. В его профиле можно найти все прелести Крайнего Севера. Закаты, речки, тундры и многое-многое другое. Новуренгоец, кстати, тоже занимается спортом и не так давно участвовал в веломарафоне. На своем велосипеде прокатился до Полярного круга. И напоследок я подготовила вам еще один аккаунт. Дипломированный специалист по физической культуре и спорту Альбина Имамова. Растягивает людей в прямом смысле этого слова. Вот кто точно знает в этом толк. Северянка проводит групповые и персональные тренировки по стрейчингу. Вы только посмотрите на ее фигуру. Какая маленькая, хрупкая и какая гибкая. Альбина также активный пользователь Инстаграм. Посты пишет редко, но зато уделяет время визуалу. Публикует и свои тренировки. На этом мой обзор подошел к концу. Увидимся с вами на следующей неделе. Всем пока! Лето – сезон выгодных покупок. С большими скидками можно подготовиться к холодам. Например, купить шубу. Где – расскажем в сюжете. Порадовать себя меховым изделием теперь можно и летом. Пятигорская ярмарка меха «Ангелина Сэм» вновь открыла свои двери в Новом Уренгое. Фабрика на рынке уже более 20 лет. Мы привезли вам более 2000 моделей. Модели присутствуют у нас с керли, мутона, строган, норка. Норка комбинированная с соболем, с куницей, каракуль, бобер речной есть, также нутрия. Мы разработали новую модель из меха керли. Это разновидность мутона. Он идет более легкий. Визуально смотрится как пальто. Новые красивые цвета. Также действует летняя скидка до 70% на весь ассортимент. В том числе на аксессуары в виде меховых шапок и варежек. Самое время обзавестись новой вещью и заранее подготовиться к зиме. Платить можно не сразу, а в рассрочку до трех лет. Есть возможность получить скидку до 40 тысяч рублей на покупку новой шубы, обменяв старую. Старым шубам дают новую жизнь. Все полученные изделия компания передает в дома ветеранов и дома престарелых. Так что можно сделать доброе дело и порадовать себя. Ярмарка работает до 1 августа в деловом центре Ямал на первом этаже. Ирина Пономаренко, Вероника Самошкина, Денис Галкин, телерадио компания «Сигма» для НУР-24. А сейчас наш информационный блок продолжит программу «Патруль». Слово Лали Гасанова. Она расскажет об очередном случае педофилии в нашем городе. А у меня все новости к этому часу. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!